друзья всем привет выйдем на прогулку вечернюю по прекрасному городу либерцу и хотелось бы в этом видео поделиться некоторыми мыслями потому что в последнее время особенно не то что в последнее но в последнее более чем я получаю сообщение что вот николай ваши видео помогли мне получить документы в чехию долгосрочные забрать семью найти хорошую работу сделать рабочую карту вы рассказываете людям о проверенных вакансиях работодателях почему бы вам самому не открыть агентуру сотрудничать напрямую с работодателями люди вам верят к вам бы потянулись друзья в этом видео я хочу поделиться некоторыми мыслями почему я не хочу заниматься трудоустройством я это говорил ранее но недавно произошли некоторые случаи одно яркое я обязательно расскажу потому что мне немножко даже пришлось покраснеть из-за него вот который лишний раз мне доказали что я в эту стихию точно макаться не буду друзья это колоссальнейшие нервы понимаете я раньше всегда заступался за работников но в последнее время мне немножко как бы получилось отхлебнуть и с другой стороны я увидел как она работает с другой стороны в этом видео вы действительно увидите возможно его так и назовем другая сторона трудоустройства потому что оказывается не все так просто я всегда принимал сторону работника но есть грубо говоря люди которые действительно ну их к сожалению немало которые создают такую ситуацию с которой мягко сказать я тут промолчать не могу потому что очень очень некрасиво как минимум просто вы меня просили порекомендовать надежного работодателя я дал работодателя который платит который делает документы который встречает в аэропорту который селит нормальные условия которые решают вопросы которые если у человека он заболел его садят и везут в больницу или к врачу да кто так делает объясните мне кто тут вам дал реального работодателя который все эти вопросы решает но в итоге блин вы подставляете меня потому что я рекомендую его а в итоге блин после моего ролика есть люди которые идут ну не совсем серьезные вариант номер один первый пример друзья самый яркий кстати всем вам известно что в чехии вот эти трехмесячные визы не продлевались но было одно эксклюзивное предложение это это единицы получили их по чехии то есть трехмесячные визы продлевались во время там карантина продлевались ну вот с с с с с вот середины ноября они уже не продлевались то есть все домой но было эксклюзивное предложение для единиц только таких фирм очень мало которые смогли своим работникам вклеить выездной ордер в о кто читал тот знает кто в теме так вот вы не представляете как работодателю было тяжело для своих работников выбить этот выездной ордер то есть продлить визу на два месяца это все легально официально то есть это выбивали потом кровью вы не представляете какими усилиями что для рабочих выбить эти выездные ордера это решалось через министерство внутренних дел это речь решалось через комору этой работы и труда была проделано колоссальнейшая работа заранее когда это еще как бы было только в проектах людей спросили смотрите ребята если будет такая возможность вы бы захотели чтобы вам продлили визу то есть вот продлил продлить на два месяца до там середины января если будет в такая возможность вы согласны на это то есть людей спросили у них было время подумать реально взвесить все то есть это не так что словили там в подворотне пистолетом или с ножом а ну быстро говори нет людей был время взвесить все подумать и были люди которые вот согласились сказали да мы еще на два месяца обязательно станемся мы это хотим работодатель ну реально бегал добивался этого всего получили не все люди эти продления я знаю людей которые бы многое отдали за то чтоб еще на два месяца остаться но им пришлось уехать отсюда и сейчас будут аж феврале где-то или в марте возвращаться они не получили но людям которым все-таки согласовали и сейчас готовы были вклеить эту визу они в последний момент там я не знаю что-то там стукнуло или передумали и а вы знаете вот мы уже не хотим оставаться мы наверное поедем домой там муж позвонил там жена позвонила там дети туда-сюда то есть уже отступные я не заставляю человек естественно имеет право отказаться но ему был задан вопрос это не не один человек из несколько был задан вопрос ребята если будет возможность вы останетесь до останемся работодатель многое многое реально затратил много ресурсов нервов чтобы добиться этих выездных ордеров для своих людей представляете кем он сейчас как как его посчитать те люди когда те же работодатели когда человек просто ну не придет понимаете а если это стратегический объект если это допустим хлебозавод продуктовый склад вот допустим хлебозавод вы представляете когда вот не выйдет три-четыре человека это уже линия стала это стратегический объект то есть и получается страдает репутация работодателях то есть в глазах заказчика он уже балабол грубо говоря потому что пообещал работников работники не выйдут была пробега на работа через министерство внутренних дел там разные инстанции и в итоге это все зря понимаете это то же самое что я бы заплатил кучу денег а мне потом сказали а все эти деньги ушли все это все зря там платил все их уже не вернуть понимаете это ну блин обидно очень обидно и даже мягко говоря обидно другой случай есть люди которым делаешь документы отвечаешь на все вопросы даже на будущее ну действительно как бы затратно человек ночью ночью приезжает в аэропорт четыре с половиной часа ночью ждет людей в аэропорту в итоге они появляются в сети и с хихоньками и хахоньками а чё вы нас там ждете мы же не сказали что мы ну типа вы нам нужны мы уже уехали к другому работодателю хихиха хихиха некоторые даже умудрились очень уничижительно ответить человеку который представителю работодателя ну это очень некрасиво очень когда их ждешь понимаете некоторые лезут в такие шараги которые их не встречают не селят не предоставляют работу а тут все работодатель делает так зачем вы курвите это все я хочу чтобы достучаться до людей чтобы вы видели и другую сторону другую сторону медали понимаете если один наплюет на работодателя другой третий четвертый то он скажет а для чего я вообще стараюсь для этих людей давай я буду такой же сукой как все другие а чё для чего я стараюсь если все плюют мне в спину я хочу просто тоже понять ну зачем во вторых я хочу продолжить ту историю что с теми людьми по выездным ордерам которые в последнее время отказались когда уже действительно когда уже надо идти на работу вышли выходить на завод а в последний момент люди развернулись въехали ну некрасиво вообще неправильно хотя это все можно было сделать совсем по-другому и по-человечески вот в итоге есть переписка мне скидывали скрины переписки где четко было написано что ну что вам нравится ой да спасибо нас встретили нас поселили все хорошо у вас все хорошо да 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 аванс привезли все дали все хорошо у вас все нормально да нам помогли там надо было поехать там надо было взять все нам помогли все хорошо работа нравится да 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 можно смену поменять поменяли смену все спасибо вот вот теперь все хорошо все нормально то есть вообще переписка хвалят все хорошо все отлично все нормально в итоге когда блин элементарный вопрос задали почему вы так не по-человечески поступили когда блин действительно вы пообещали что останетесь на два места за на два месяца в итоге сразу же русло диалога поменялось сразу же а вы плохие а вы сики а отношение не человеческое а вот вы очень плохой работодатель блин ребята от когда это вы так переобулись то есть когда дело коснулось того что вы сделали ошибку оказывается вы давайте грязь лить на работодатель мне интересненькое дело просто а вы говорите занимайтесь трудоустройством представляете я пообещал работодателю 10 человек сделал им документы а приехал опять получается я не выполнил условия договора я не выполнил условия сделки и я не удивляюсь что сейчас берут допустим определенную с агентов берут определенную сумму за то что он бронирует своих работников на определенной позиции это уже нормальная практика понимаете производство очень сложно там надо четко знать сколько людей выйдет когда откуда это делается планирование логистика если просто так один человек я понимаю если там визовый был закрыт там форс-мажорные обстоятельства я все понимаю но когда действительно из-за нечеловечности делаются вот такие вот очень нехорошие вещи я этого не понимаю мне иногда хочется вот так вот блин вот действительно помогаешь людям и все равно ты все равно будет тот кто постоянно будет в тебе недоволен помощь а вот там все николай про тут трудоустройство сказал все он помогала все ой николай уже в банковскую сферу в лес ой на своих зарабатывает вы знаете блин меня действительно переполняет немного эмоции показал людям работу нормальную ой там мало платят показал людям другую работу ой там надо много работать сказал вот блин можно финансовой грамотности учиться ой там это чешский язык надо показал вот блин ребята бизнес некоторые делают ой там надо много затрат и все что предлагаешь все равно будут недовольны так извиняюсь за выражение так чё сука блин стараться так для кого блин если все равно блин куча недовольных извиняюсь сегодня реально немножко на эмоциях потому что вы представляете вот я действительно помогаю людям с ипотеками помогая с инвестициями да я сейчас разгребался да у меня был период определенный блин и сейчас на меня налетели вот там то вот там все вот ты сам стал посредником ребята вот напишите мне пожалуйста вот я снимал видео о трудоустройстве о воссоединении семьи об ипотеках об инвестициях строковках люди я у кого-то хоть крону взял я у кого-то хочешь какие-то деньги взял я ипотеку человеку помог сделать я с него не кроны не взял он благодарен блин он не может понять почему так я ж тебе ничего не давал не платил за что ты работаешь я говорю но мне есть провизия с банка блин николай вы мне и хороший процент сделали и у меня взяли а я боялся что по рабочим картам не дадут вот человек довольный то для меня довольный клиент лучшее наслаждение а тут блин рассказал за работу за нормальные условия и все равно приедет и найдется тот который которому это не понравится который все равно кучу гадости тебе напишет тут есть люди которые вот пока гадость не напишут спать не ляжет вот он должен говно это все выплеснуть вот потом ложится сладенько слип и обязательно вот мне вот так чё я буду трудоустройством заниматься если в этом столько гнили столько грязи столько говна извиняюсь за выражение чё бы я этим занимался этим нервным неблагодарным делом я сейчас занимаюсь инвестициями люди видят каких деньги растут я помогал я помогал помогаю людям приобрести свою свое жилье блин я вижу эти глаза я вижу эти довольные лица ребята это не передаваемо люди благодарны а только тот кто с дивана сидит понимаете ему виднее там николай ой там уже заработал ой там день слушайте может у вас какой-то не знаю синдром невыгоды какой-то и упущенный упло синдром упущенной выгоды что наверное на моем месте не вы или что я вот не понимаю некоторых людей почему вы критикуете если я действительно делаю нормальные дела людям отказывали кредиты я доказал что им дали человеку я кстати снимал как он автомобиль покупал на автобазаре ему 17 процентов годовых сделали я пересчитал меньше пяти процентов мы ушли от невыгодного кредитора я человека не взял ни копейки так где я делаю плохие дела где на чем я зарабатываю на людях на своих может быть я не должен был своим помогать для меня нет разницы чех украинец но почему-то если я видео говорю вот ребята я для самотечественников готов помогать с тем с тем с сразу находятся те люди которые а все николай продался все николай вот такой вот все такой сикой вы с ума сошли не знаю постоянно чем выше рейтинг мой тем куча недовольных понимаете поэтому друзья я буду заниматься финансовой сферы мне она нравится она действительно благодарна я веду несколько семей вы представляете мне сегодня кстати александр клопат мне приятно что мне написали определенный отзыв что блин николай вот наконец-то сбылась моя мечта вот мы подались вот я скоро заберу супругу ребенка блин да мне приятно мне приятно что мои труды не напрасны я человеку сейчас помогу 100 тоже с финансовыми вопросами тоже помогу с кредитом потому что как бы не хотел как бы не отхладывал все равно не хватает определенной суммы я это помогу и я сделаю людей счастливее потому что они добьются своей цели добьются своей мечты я считаю что я проделал и в трудоустройстве немало работы потому что я действительно показал как бесплатно сделать карту самому не хотите делать сами не хотите нервничать вон проверенные работодатели есть ребята поднимите жопу блин и посмотрите видео да там все все библия библия для мигранта трудового все есть все только ленивый не найдет уже все разжевал все перетер все косточки говорил только о прямом трудоустройстве кричали а чё вы топите против агентур сказал против агентур ой все вы уже и в ту шарагу влезли зачем блин у меня много подписчиков я понимаю что я многим мил не буду всем мил не буду я это понимаю я понимаю что у меня есть какие-то тролли какие-то хейтеры я это все понимаю я понимаю что у меня есть человек которым я прямо как я не знаю то ли перешел дорогу то ли еще что-то он на меня на ю тубе будет говорить тоже лить грязь я этого свинтуса понимаю ну мешает ему моя правда ну так это его проблемы нихер людей обманывать понимаете так что вот такие мысли у меня на сегодня ребята кстати везде в чешских городах уже елочки горят адвент первый уже запустился это значит скоро уже будет святого николая потом само рождество новый год так что давайте ребята закончим этот год вот и начнем новый еще лучше вы у всех у нас исполнилось все желания мечты цели и и поскорее закончилась эта вся коронавирусная ерунда поэтому друзья спасибо за поддержку спасибо возможно я хочу просто быть услышанным и понять быть по ну чтобы меня поняли потому что а даже если среди вас сейчас меня кто-то не поймет все равно напишет какую-то гадость и флаг вам в руки в любом случае собаки лают а караван идет поэтому я буду продолжать свое дело и время покажет что я был прав спасибо за поддержку друзья спасибо за прогулку до новых встреч все у нас будет хорошо пока